Милый, про войну, и про то, как гибли, не пойму. И ходили ровно с песнею, и текла рекой кровь в строю. И что мира мало для людей, и что не увидят сыновей. Как, когда с зарею поднялась рота, захватив простую снасть. Милый, расскажи мне, как это, когда крик над миром шелин там. Милый, расскажи мне, как это, когда крик над миром шелин там. Дома, в яблочном захолустье, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимые, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй дымом, за порогом бублит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Поговорились, смеяли, ели. Вдруг гражданный приказ вперед. Снова рядом в сырой шинели светло-после солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и боюракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же он так, в винтах кровавых? Слеплогий солдат решит. Ее тело своей шинелью укрывало я зубы сжав. Белорусские ветры пели. О рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я вроде в грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захрустье, мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимые, у нее-то была одна. Пахнет, ходи, клышня и дына, за порогом стоит весна. Из дорожек в цветастом платье, у иконы свечу разбила. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не штабла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!